Недавно в этот дом пришла вода. Из жилища Галии Дарменовой затопило. От алой воды разбух пол. Здесь у этой печки с дровами, без водопровода и канализации она живет 10 лет. У Галии трое дочерей. 14, 12 и 9 лет. Младшая дочка страдает от порока сердца и не может много ходить. Задыхается. Имеет инвалидность. Девочки прячут лицо от камеры. Им стыдно, что они живут в таких условиях. Но большего семья себе позволить не может. Даже с покупкой продуктов питания женщине помогает брат. Сама она нигде не работает. Говорит, что не может оставить дочерей одних дома. В округе осталось только три дома. И жить в них небезопасно. Страна, которая нарушает права женщин, права матерей, права детей, детей инвалидов. Я не знаю, к чему она стремится. О чем мы можем вообще говорить. Рядом тут, видите, можете прям посмотреть в окно. Нурлыжол прекрасный. И тут несчастная женщина-мать-одиночка с тремя детьми и ребенком-инвалидом. Жилища Далей-Дарменовой попадает под снос. Тут, напротив железнодорожного вокзала Нурлыжол, должны проложить дорогу и инженерные сети. Бывшим жителям дачного массива «Щепсклад» власти города выделили земельные участки в поселке Жебек-Жолы, 22 километров от Астаны. Далей-Дарменова говорит, что ее такой вариант не устраивает. И построить там дом сама она не может. У меня это. Жилищная проблема у меня. Пусть у меня квартира дает. В государственном предприятии «Городская недвижимость» говорят, что у Галии Дарменовой нет никаких прав на этот земельный участок. На руках у нее только садовая книжка, которая не дает даже права аренды земли. Но вопрос с ней власти обещают решить положительно и подобрать ей квартиру в собственность. В настоящее время мы письменно предложили ей варианты квартир, по которым она может переселиться. На сегодняшний день я также подписал сопроводительное письмо с еще пяти вариантами жилищ, по которым можно проехать и посмотреть, и приобрести данные жилища. То есть все предложения и действия, которые мы производим, они находятся вне рамок закона, выше по закону. То есть решить по-человечески, чтобы она переселилась. Жители дачного массива Щипсклад в течение нескольких лет проводили акции протеста против сноса их домов. Они даже создали штаб по защите своих жилищ. Представители власти сносили их дома, которые потом люди восстанавливали на том же месте. В Акимате Астаны говорят, что после споров и акций протеста передали в собственность гражданам 250 земельных участков, чтобы снизить социальную напряженность. Но все они находятся в поселке за Астаной. Деньги на это были найдены у инвесторов, так как в бюджете города таких средств не было. По словам властей, каждый случай со сносом они сейчас рассматривают индивидуально. И вопрос с переселением семьи Галии Дарменовой может быть решен положительно, если она согласится на один из вариантов квартир, что ей предлагают. Светлана Глушкова и Жанна Мирханов. Азатык ТВ. Продолжение следует...